Юлия занимается любимым делом, учится в университете, путешествует и самое главное, чувствует себя нужной и любимой. Но так было не всегда. Будучи подростком, ей не хватало внимания со стороны мамы. Тогда она нашла друзей, с которыми было интересно. И однажды с подругой она попробовала наркотики. Это была попытка заполнить пустоту внутри себя. Настолько тяжело жить в непонимании, нужен ты вообще или нет, зачем тебя родили. Родители любят обвинять и искать причины в социуме, что школа не додала, либо друзья плохие. Но никто не смотрит глубоко, никто не хочет видеть, а что вы дали. Кроме кроссовок, сосисок условно. Ну что еще вы ему предложили? Вы сказали, что вы его любите? Наркотики принимают только дети, родители которых ведут асоциальный образ жизни. Это заблуждение номер один. Проблема может коснуться любой семьи, вне зависимости от социального статуса и дохода. И чтобы уберечь ребенка от наркотиков, в первую очередь нужно создать комфортную доверительную обстановку дома. Сели с ребенком каждый день 15 минут на диванчик, когда хочет он, не хочет, поговорили. Приучать ребенка к тому, чтобы он делился своими переживаниями. Тогда вы будете понимать, если с ребенком что-то произошло. Если родитель не видит ребенка три дня, так понятное дело, там может все, что хочешь произойти. Расскажите детям, что такое наркотики и какой вред наносят здоровью психотропные вещества. Но не читайте наставлений. Зачастую дети пробуют наркотики в компании, боясь быть белой вороной. Научите ребенка говорить «нет», не стесняясь. Объясните, что отказывая, он должен смотреть собеседнику в глаза и говорить уверенно. Напомните об ответственности за принятие наркотиков. Но не запугивайте. Чем больше мы запугивания ему делаем, тем больше ребенок закрывается и в будущем не будет делиться проблемами, которые у него возникли. Он не будет нам, так скажем, потерять доверие к взрослым людям. И это может усугубить. Если ребенок все же связался с наркотиками, не обвиняйте его, поддержите и обратитесь к специалистам за помощью. Хоть это было и непросто, но Юлия смогла победить пагубную зависимость. И сейчас она хочет дать самый главный совет всем родителям. Вы себя начните, любите их. Не кроссовками, штанами, не знаю, поездками на море. Словами, действиями, действиями в плане объятий. Не знаю, спокойной ночи пожелайте, что их. Доброе утро скажите. Скажите, насколько важны они для вас. Чтобы они понимали, что я не зря на этом свете.